Здравствуйте, дорогие телезрители! Эфир канала РГВК Дагестан продолжает программу «Вдохновение». Мы сегодня находимся в ресторане «Буржуа» и в гостях у меня сегодня ни много ни мало весь звездный состав актерского отделения факультета культуры ДГУ. Я рада приветствовать вас всех сегодня у себя в гостях в проекте. Некоторые из вас, Хаджат Ибрагимова и Юсуп Амаров, были уже во вдохновение, но другие звезды Дагестана, и не только Дагестана, потому что у нас сегодня международный уровень, есть Грузия, есть Азербайджан. И я персонально хочу представить всех своих гостей. Начнула с народной артистки Республики Дагестан Хаджат Ибрагимовой. Здравствуй, Хаджат! Здравствуйте, добрый день! И заслуженные артисты Дагестана Умайра Шахбанова и Юсуп Амаров. Здравствуйте! Здарину Селидзе все в Дагестане знают. Ну, в общем, звезда наша. Тоже рада приветствовать. И Мадзина Чукаева, Азербайджан Белоканы. Да. Да, тоже вот такой вот... Будущая звезда. Будущая звезда, я думаю, что все узнают. Ну, тема какая? Не будем слишком серьезными. Лето во дворе, да, люди в отпуска уходят, вы артисты. У вас такая творческая, красивая, бурная жизнь, о которой, может быть, многие и завидуют. А вы сами, как артисты, как думаете, завидуют вам, не завидуют? Я думаю, завидуют, потому что они всегда говорят, вот вам хорошо, спели, ушли, и микрофон, и больше ничего вы не делаете. Я говорю, а то, что мы заказываем песни, делаем такие огромные суммы, даем, делаем, говорим, это... Расходуете, да? Расходуем, они этого не видят, да. Они думают, все это у нас легко. Только красивую сторону нашего творческого труда они видят. Ну, знаете, еще такой, какой момент. Вот вы все учитесь, вы однокурсники. Это же очень интересно. Телезрители этого не знают, но вот сегодня вы должны признаться, что вы учитесь на втором курсе заучного отделения, да, факультета культуры ДГУ. Да. И вот как так получилось, каждый из вас, пусть ответит сам, что вот, будучи уже известными людьми, признанными талантами, все-таки вы решили... Образование, как говорится, много не бывает. Это же означает образовывать себя. Дело в том, что поступила я на актерское по причине того, что у меня есть высшее образование экономическое, но так как я посвящаю столько лет творчеству и столько времени, почти половину своей жизни, я считаю, что было бы неправильно мне иметь образование именно в творческой сфере. Поэтому актерское мастерство – это неотъемлемая часть для любого артиста, актера или же певца. Поэтому я выбрала именно эту сферу. Специальность называется «Актер театра и кино». Клипы – это тоже мини-кино, да, в какой-то степени? Да. Актер, артист на сцене – это тоже актер. Актер, он должен уметь играть на сцене, он должен передавать эмоции правильно, поэтому все-таки... Как говорила Пугачева, да, «Карта и песни» – это спектакль. Все верно. Ну, другие вот, Юсуп. Да. Да, хотелось бы... Всем здравствуйте. Очень хороший микрофон. Мне все говорят, ну не все, большинство, зачем тебе на актерском, ты сам можешь кого хочешь научить. Честно говоря, все ошибаются, кто так говорит. Я многому чему научился, хотя хоть и заочное отделение, прям больших, но не получается много информации, много знаний получить, нам дают в таком вот, в кратком, значит, содержании. Ну, концентрированный такой, да, концентратный. Да, да, я, честно говоря, два раза пытался уже поступать в своей жизни. Один раз в ГИТИС и в Краснодарском институте культуры я тоже учился, правда, год отучился. И вот решил все-таки вот поступить на актерский. Честно говоря, большое спасибо, что меня приняли. Все-таки это того стоило, да? Да, да, честно говоря, мне очень интересно, вот, понятно, что там есть что-то, когда, как вам сказать, что-то от природы, но все равно база какая-то, какая-то должна быть. Курс у нас очень дружный, хороший. Ну вот Хаджат Ибрагимова, она... Все говорят, что у нас звездный курс, а? Одна курсница Хаджат Ибрагимова, ну это же такое счастье учиться с таким позитивным человеком, да? Это да. Вы хоть раз на один урок приходите к нам, пожалуйста. Именно когда Хаджат заходит в класс, вот, и когда начинает задавать вопросы преподавателю, у нас получается, что не преподаватель нам что-то рассказывает, а Хаджат рассказывает. Ну, благо, есть большой опыт, да, вот, у Хаджат такой жизненный, творческий, и есть что рассказать о Хаджат. Вроде уже и народная артистка Дагестана, ну, спрашивается, вот тебе это зачем нужно было? Вот, честно говоря, сама не знаю. Сама не знаю, это Умайра виновата. Это она меня толкнула на это. Толкнула Умайра мне на это. И так я поступала тоже, вот, с дочкой вместе тоже поступала. В 2006 году я не пошла туда, на занятия не ходила. Преподаватели говорили, говорят, вот, что, говорят, вот, хоть она показала бы свое лицо, говорят, здесь. Мы ее, этот, не видим здесь. Вот так поставили бы оценки, где она, пусть идет, скажите, передавайте ей. Ну, как-то я не готова была, или как-то не так было мне, да, вот, думаю, зачем мне это нужно. А вот сейчас Умайра мне заставила, прям, заставила, пойдем, сдадим, и вот. А теперь третий курс, третий курс перешла, незаметно. Да, вот так вот. Вот так вот, девочки, мальчики. Ну, и как тебе? Мне курс очень нравится. Все мы такие веселые, позитивные. Особенно, этот, Юсуп Амаров, когда заходит, если его нету, если его нету в классе, это уже мы все ищем его. Умайра, Залина Шамова, Зарина, Мадина, там еще Диана, там много у нас там такие, но Диана-то у нас такая немножко серьезная девочка, она хорошая, да, из театра, да. И Залина Шамова, они с детьми, поэтому они смогли сегодня присутствовать здесь. А так, у нас очень позитивный класс, мне нравится. Я завидела вашим педагогом. Хотя я старше них, я старше них, я чувствую, как будто ровесница ихняя, вот так вот. У нас просто, знаете, что, что нам еще повезло? У нас еще куратор хороший, нам попался очень хороший куратор. Да. Вот с этого места поподробнее приводить. Вот с этого места вот я вот хочу передать трубку, говорю. Трубку мира хочу передать. Да, на самом деле нам очень повезло с куратором. У нас замечательные преподаватели. Имам Магомедович, также и все остальные в его лице. Это народный артист Тагестана, я позову себя. Нина Карамовна. Да, наш декан Нина Карамовна, замечательная женщина. И Нейда Абдурахмановна, да. Поэтому нам очень повезло с преподавателем. И вообще, мы никто не жалеем, что мы именно на этом курсе выбрали факультет культуры. Ну, вот говорят, что с возрастом сложнее учиться. Надеюсь, это не так? Мне? Можно я скажу, да? Да. Мне так. Так, сложно. Честно говоря, чуть-чуть сложновато. Проходится много читать, писать. От того, что ты отвык от писанины, да? Вот сейчас лекции, которые у нас бывают. Там у девочек руки усают. У меня-то не усают. Я сильная, да? Вот. Ну, чуть-чуть сложно, но в этом есть своя прелесть тоже. Да? Вот за партой посидеть. Это вот все-таки, наверное, говорят, время нельзя повернуть вспять. Но мне кажется, что какие-то ощущения, они вечно живут в нас. И когда мы садимся за парту, все-таки мы соприкасаемся с юностью, да? Да. Как бы это воздушно ни звучало, мне кажется, что все-таки просыпается вот эта какая-то часть нашей души, которая все равно остается юной. Да, вот в каждом живет ребенок в какой-то степени. Честно говоря, мне лично очень интересно. Там у нас было больше, человек 20, наверное, было в начале. Да. И, оказывается, девочки говорили на стороне там, что вот они взрослые и все ходят. Удивительно, что они не пропускают. Ну, серьезное уже отношение к учебе, да? Ну, не знаю, мне очень нравится. Не прогуливают, да? Нравится. Это я по делу. Тяжеловато, правда, как я иисус говорил, писать, там, учить, запоминать, столько всего. Но очень интересно. Я не жалею. Очень хороший курс. Все друг друга поддерживаем. Ну, это... Вот. И вот, ну, как-то вы здесь все известные люди. У нас есть возможность, вот аванс-сцена, да, там, сцена. Кто-то может спеть. Умара, может, ты споешь все-таки для нас песни. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Это такая страна высокой культуры Грузия. Начнем с того, что я заканчивала русскую школу. Я выросла в России. И я по соседству живу с Дагестаном. Это Ставропольский край. Поэтому мне было ближе. И мне много рассказывали о дагестанском шоу-бизнесе. Что здесь есть возможность себя реализовать. Показать себя с творческой стороны. Поэтому я выбрала Дагестан. И абсолютно ни о чем не жалею. Я очень привыкла к дагестанскому народу. К дагестанскому менталитету. У нас очень много сходств с грузинским менталитетом. Поэтому мне здесь нравится. Я здесь как рыба в воде, так сказать. Какой-то из дагестанских языков близок к тебе? Я как такого языка... Нет, я бы не сказала, что близок к тебе. Потому что я ничего не понимаю, когда говорят на аварском. Петь тоже не пробовала, да? Я пробовала петь на аварском языке. У меня есть песня на лесгинском языке. На этом я, наверное, не останавливаюсь. Я люблю экспериментировать. Поэтому я думаю, что на кумыкском тоже споем. На каком твою песню мы сейчас послушаем? Я думаю, что, наверное, на грузинском все споют. Да, раз международный уровень, надо его поддерживать. Правильно? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Естественно, где-то в какой-то степени нам приходится оправдываться. Потому что очень много вопросов к нам поступает. Потому что очень много внимания к нам. И в обычной жизни, и на сцене. Поэтому, конечно, как бы нам этого не хотелось, как бы нам не хотелось быть немножко свободными и принадлежать себе, ну, не получается. Мы немного зависим от мнения общества. И мы стараемся, конечно, нести в народ что-то полезное. Мы поем песни о любви, о дружбе, о родителях, да. И тем самым прививаем, наверное, любовь к близкому, да, к ближнему. Поэтому об этом, ну, вот о том, что вот Зарина сейчас сказала, это называется энергия общественного служения, да. Вот бывают какие-то такие случаи, думаешь, боже мой, вот если бы все начать заново, я бы так... Мне было 4 года, я еще тогда пела. Мне тогда еще мама говорит слуху. А так, конечно, нравится моя работа мне. Да, заново начать жить, то все равно была бы... Все равно была бы я певицей. Мне нравится вот моя работа. Субтитры подогнал «Симон» 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 Ну и вот такой традиционный вопрос, который я обычно задаю всем. Скажите, что-нибудь пожелаете нашим телезрителям, которые вашим слушателям, поклонникам вашего таланта. Я что хочу сказать. У каждого из вас. Я желаю, в первую очередь, конечно, здоровья, здравого смысла. Не останавливаться на достигнутом, идти дальше. Я бы хотела пожелать всем людям, всем нам, наверное, мира во всем мире, потому что это очень важно, жить в дружбе, в понимании. И вот сегодня мы здесь, да, разные национальные принадлежности, мы все дружим, мы все друг друга уважаем. Это очень ценно и очень важно на сегодняшний день. Я желаю именно этого всем нам, всем людям. Спасибо большое. Очень хорошие пожелания. Я тоже желаю всем здоровья, мира, благополучия. Всем здоровья, счастья, чтобы поступали в факультет культуры. Учитесь, учитесь, как Исуп говорит, как Телидзе Умайра. Учитесь побольше, позитива вам. Короче, всем вперед, чтобы не отказываться в том, что желаете. Всегда будьте уверены в себе и делайте, как хотите. После таких пожеланий, дорогие телезрители, единственное, что я вам мог пожелать, это вот хорошего, позитивного настроения. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok